Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как использовать видеоартефакт для шум понижения видео. Предположим, что у нас есть вот такая вот видеозапись со стрелкой компаса. Это опыт со статическим электричеством. Но нас интересует не содержимое этого файла, а его параметры технически. То есть мы видим, что вот здесь большое количество шумов. Вот мы видим здесь шумы. То есть видео достаточно шумное. Давайте его улучшим. Сначала с помощью бесплатной программы VideoArtefact Basic, а потом с помощью платной. И как раз ознакомимся с теми возможностями, которые вам доступны. Распакуем бесплатную версию с помощью программы 7-zip File Manager. Теперь, чтобы работать с видеозаписью, нам нужно поместить в папку проекта папочку VA из распакованного архива. Делать это вы будете каждый раз и для каждого своего проекта будете копировать свою копию видеоартефакта. Внутри мы видим как раз вот два командных файла, edit и out. Это папочка служебная, вам сюда заходить не надо. То есть вас будет интересовать всего лишь два файла, если вы используете бесплатную версию. Мы поместили в папку проекта, запускаем редактор. Запускаем. И мы видим, что некая часть шума уже удалена из-за того, что у нас стоит шумоподавитель с некими параметрами по умолчанию. Нам нужно будет их изменить, чтобы улучшить собственно качество шумоподавления. Но сначала мы посмотрим в другую область. Вот мы видим, что он здесь у нас все черное. Это на самом деле не в исходнике так. Дело в том, что мы обрабатываем ngpg файл. У него по умолчанию параметры не 16, 235, а 0, 255. То есть полный диапазон яркости. Мы применили изменения и увидели, что у нас появились детали в тенях. Сам фильтр, который это делается, вот он, range y. Теперь давайте посмотрим, как мы можем изменить параметр шумоподавления, чтобы улучшить наше видео. Но прежде всего мы видим, что все же иногда не срабатывает шумоподавление. Из того, что у нас стоит лимит изменений в 3 единицы. Это достаточно мало и настроено для не очень шумных источников. Давайте ее изменим до 8. Применим параметр. Шуму сильно не изменилось. Ну давайте попробуем, что можно сделать дальше. Увеличим количество обрабатываем фреймов до 6. То есть максимально возможное значение. Шумы не изменилось. Попробуем изменить threshold с 350 до примерно 850. Так, мы видим, что шумы пропали. То есть огромный вклад в шумоподнижение вносит в основном вот эти два параметра. Limit и threshold. Давайте чуть-чуть настроим лимит для того, чтобы добраться до самого предела, когда у нас ничего не мылится, но остаются детали. То есть нам нужно оптимизировать параметр. У нас, напомню, было 3 и стало 8. Попробуем поставить пятерочку. Так, все-таки небольшой шумок есть. Давайте попробуем восьмерку. Так, шума стало меньше. Попробуем семерку. Я нажимаю control-s сохранить. Можно также нажать вот эту кнопочку update. Это делать то же самое. Но с клавиатурой работать очень удобно. Итак, обнаружили, что семерка оптимальный параметр. Давайте теперь threshold подберем. Попробуем 650. В принципе, нормально. Шумов нет. Давайте попробуем 450. Так, шумов стало чуть больше. Так, что установимся на значение 550. Так, я чуть уменьшу окошко. Теперь вот смотрите внимательно. Если мы увеличим масштаб, сейчас кого-нибудь перемотаю. Вот заметим, что чуть-чуть, чуть-чуть тут что-то вот дергается, дергается, как будто такие маленькие червячки. Вот сейчас на руке было заметно, на пальце. Вот смотрите внимательно. Надеюсь, что у вас будет видно. Вот. Это эффект как раз после шума понижения. Из того, что мы используем очень агрессивные параметры, суть этого эффекта заключается в том, что когда мы усредняем фрейм, у нас получается, что шум немножко меняется и в результате некие такие вариации, которые воспринимаются как небольшие такие червячки. Как от этого избавиться? Для этого нам нужно всего лишь добавить шумок. У нас есть фильтр для этого noise y. Значение по умолчанию в одну единицу практически ничего не дает. Давайте ее подберем. Положим сначала шестерочку поставим, чтобы было хорошо заметно. Вот мы увидим, что у нас значительно добавилось шумов. Все правильно, так и есть. Ну, такое значение, конечно, достаточно велико. То есть никаких изменений в принципе нет. Мы делаем шум подавление и добавляем шум. Не то. Нам нужен параметр оптимизировать. Давайте берем троечку, то есть уменьшим два раза. Так, шумов стало меньше. Но все еще они заметны. И заметны достаточно серьезно. Так, давайте попробуем двоечку. Проиграем. В принципе, нормально. Если смотреть в том масштабе, который будем смотреть видео, мы чуть-чуть-чуть еле видим какой-то шум. Но вот именно такого, чтобы были видны какие-то артефакты, добавляем шумодану. Особо такого ничего не видим. То есть этого вполне достаточно. Дальше. Нам это нужно видео, собственно, сделать из него файл. Мы пока ничего не изменяли. Давайте сделаем вот как. Чтобы все минуту 9 секунд не обрабатывать, мы обработаем лишь кусочек. И уберем из видео аудио. Очень часто операция. Включаем аудио сайлент фильтр. Применяем. Все. Нет звука. Нужен звук. Мы его добавим в дальнейшем. Дальше. Вырежем только часть. Предположим, от 2000 кадра до 2400. Примерно 13 секунд. Вот. И еще такой небольшой совет. В самом начале у нас сейчас не очень шумное видео. Но если бы оно было очень шумное... Хотя, в принципе, и тут вы можете заметить. Вот первый кадр. Точнее, нулевой. Если мы перемещаемся дальше, то вот шумов стало меньше. Почему так происходит? Потому как это Motion Shumodaf. То есть он использует фреймы, идущие перед и после. В начальных фреймах используется гораздо меньше количество обрабатываемых фреймов. Поэтому первые два-три фрейма получаются как бы не очень хорошими. Но в программе есть возможность их убрать. Можно Denoise Compensation Trim. Два фрейма как раз уберет начальные. Два фрейма в конце и два в начале. Два нулого у нас получается 13 секунд чистого видео. Два шума практически не видно. Давайте теперь получим результат. Для этого используется следующий скрипт OutBad. Запускаем его. И вот видим, в самом низу появилась обработка 45 fps, звучит сигнал все обработано результат мы видим в папочке out вот наше конечное видео как мы видим шума нет все замечательно видео готово к монтажу вот таким образом используя бесплатный шумодав можно из вот такого шумного видео сделать вот такой вот не шумные причем все детали сохранены мы подбирали мы подбирали параметры так чтобы все было замечательно в дальнейшем во второй части нашего видео я расскажу как то же самое сделать с помощью платной редакции программы где мы увидим в чем собственно вся сила программы видеоартефакт